Герои этого актера всегда отличались крутым нравом. В каких бы киноразборках он не появлялся, злодеи всегда получали крепкий удар в челюсть или под дых, а бывало и пулю в лоб. Это сейчас, чтобы победить зло, прибывают фрики из вселенной Марвел. А в 70-80-х Жан-Поль Бельмондо побеждал преступников разных мастей с неизменной улыбкой. Фильм, о котором сегодня пойдет речь, один из лучших образцов полицейского боевика. Возможно, больше этот фильм относится к жанру триллер. Страх над городом. Вкратце о сюжете. Жан-Поль Бельмондо играет в этом фильме комиссара полиции Жан-Летелье, который самоотверженно борется с бандитизмом. В довесок к матерым преступникам комиссару дают дело маньяка, который убивает женщин. Да и вообще ведет себя весьма странно, затеяв своеобразную игру с полицией. Комиссару Летелье приходится постоянно отвлекаться на два дела, где основным он все же считает поимку гангстера Маркуччи, из-за которого его уволили из отдела по борьбе с бандитизмом. И только когда он разобрался со старым делом, комиссар на все 100% выкладывается для поимки маньяка. Этот фильм в Великобритании шел в сдвоенном показе, с крутым шоферским боевиком из США «Лихорадка на белой полосе». Причем страх над городом прокатчики Англии переименовали в «Позвонивший ночью». Ну да ладно, хоть так. В отличие от советских прокатчиков, которые ни в какую не пустили фильм на советские экраны. А в одном из выпусков «Международные панорамы» вообще показали сцену из «Страха над городом», где комиссар Летелье стреляет в гангстера Маркуччи и того выносит через стекло вагона поезда на встречную линию под колеса другого поезда. Этот отрывок сопровождался красочным описанием, насколько убого и упадническо западное кино. Все-таки годы спустя фильм показали по отечественному телевидению. Бельмондо дублировал Николай Караченцев. Это кино, несмотря на свой преклонный возраст, смотрится на одном дыхании. Напряженный сюжет, погони по крышам Парижа, перестрелки, захватывающие преследования в метро, драки, трюки. По каскадерской части Жан-Поль Бельмондо отработал сам, ведь на момент съемок он находился в отличной физической форме. Мрачную атмосферу фильма слегка разбавляют харизма Бельмондо и остроумные диалоги, написанные Франсисом Вбером, мастером комедийного жанра. Но все-таки триллер остается триллером. И это режиссерская удача постановщика Анри Вернея. Визуальный ряд гармонично соседствует с музыкой гениального Энио Морриконе. Музыка тесно переплетается с картинкой. Планы удачно подобраны оператором Жаном Пензером, который еще не раз будет сотрудничать с Бельмондо. Конечно, в фильме можно усмотреть небольшие заимствования из американского кино тех лет. Например, главный герой почти что калька с грязного Гарри Клинта Иствуда. А сцена в метро напоминает аналогичную из фильма «Французский связной». Но все-таки фильм имеет европейский шарм. Кинокартина является одной из лучших, на мой взгляд, в фильмографии Жанна Поля Бельмондо. Интересный случай произошел на съемочной площадке. Съемки велись на крыше состава парижского метрополитена. Расстояние между вагоном поезда и тоннелем метрополитена было очень небольшим. Машинист поезда метро, который участвовал в съемках, в перерыве подошел к Бельмондо и сказал, что даже за 100 тысяч франков не стал бы проделывать все эти трюки. На что Жан Поль ему ответил, вы знаете, я бы тоже. Подводя итог, отмечу. Фильм серьезный. Комиссар, отчаянная голова и настоящий герой. Маньяк, редкостный псих и урод. Постановка грамотная и выверенная. Сценарий на высоте. Смотреть было действительно интересно. Ставьте лайки, оставляйте комментарии к ролику. Подписывайтесь на канал. Субтитры создавал DimaTorzok